опять и снова снова и опять до интриги лучше такие интриги но что-то как-то мне кажется камера так те микрофончики сейчас все сначала начнем в камеру подальше так микрофончики здесь но прежде хочу вам показать новую интригу новая интрига и старые замыслы показываем это был вот это вот было сарафан был вот такой до сих пор квадратный и на тоненьких лямочках это был у меня сарафанчик когда-то роскошная прекрасная ткань естественно катоновая и сарафанчик был ральф лоран магазин в котором мы вчера с вами в прошлом последнем видео я там очень давно покупала это этот сарафанчик и мне уже так не хочется тут много открыто тоненькие лямочки мне уже так не хочется носить что я сделала я сняла эту часть а вот здесь посмотрите здесь все мои платья вот такое платье у меня есть такое платье есть и вот это зелененькое есть кусочки которые остались я их сделала лоскутным лоскутное выкроила сюда подстроена и вот такой получилось вот такое платье ну прелесть тусуюсь этими платьями так нравится счастья во всем микрофончики сейчас будет получше слышно давайте вот так вот получше вам будет сейчас слышно вот прям имею удовольствие имею наслаждение с этими нарядами они у меня как горячие пирожки вылетают как горячие пирожки сразу кто-то спросил роза на еще раз повторите покажите ваш крем показываю локситан кстати большая чистка идет сейчас на канале и я каждый раз вижу я каждый раз вижу значит сделали мне два страйка два страйка это два наказания мне сделали есть видео где я вам показывала как я покупаю этот крем как девочка его упаковывает потом как я поднялась в шанель и как мне там все упаковывали как я там покупала вот такое маленькое видео есть мне написали что вы использовали в общем что-то там чью-то чье-то видео вы использовали и мы это видео значит ваша закрываем нет не закрываем мы его под вопрос ставим если вы чувствуете что вы хотите оспорить пишите на потому что вы использовали чужое что-то куда-то там конечно же ничего чужого я не использовала и все программы в которых я монтирую это все программа программа который я заплатила но тем не менее но я понимаю там идет чистка потому что они готовят вот эту перестать серебряную кнопку но у меня уже есть одна кнопка с моего астрологического канала и я знаю как это происходит и в свое время там было тоже чистка там тоже проверяли чтоб чужого контента нигде не не было снята так что показываю еще раз могла бы вам сказать идите у меня есть видео но я то видео делит я его убрала потому что оспаривать я не хочу мне легче закрыть его мне легче его делить сделать удалить его чем я сейчас буду писать а это мое видео а я ничего не использую в общем крем локситан чудесные комментарии замечательные написали конечно скажу на хочу на какие-то комментарии с удовольствием ответить рамиля пишет розана спасибо вам что говорите с нами так люблю смотреть ваши покупки покажите пожалуйста еще раз ваш крем для лица вот вами я показала вам не могу найти за волшебное упражнение огромное спасибо делают 9 месяцев обожаю похудела слышу комплименты а работу в женском коллективе счастье счастья счастья спасибо люблю ваши все каналы смотрю слушаю и жду каждое видео радость чудо здоровья и любовь умница спасибо вам большое спасибо что написали что вы видите результат от упражнения 9 месяцев это очень хороший большой срок действительно вы видите результат ранее пишет здравствуйте розана шейнин лев романович записки следователя я тоже любила этот сборник вы себе не представляете один раз вот в 15-16 лет он мне попался больше смотрите сколько времени прошло я его никогда в жизни не видела вы знаете его даже никогда не произносила только вот когда я хотела ответить на вопрос я вспомнила эту книгу вспомнила автора и вот два случая которые там запомнились мне вы тоже читали представляете какая прелесть да там столько и кто-то еще мне написал что розана уже нашла онлайн и почитала этот рассказ тройка по физике вы представляете сколько лет прошло она на сегодня это вообще номер один актуально это номер один актуально как нужно очень и очень аккуратно и осторожно действовать с детьми потому что этот вопрос сейчас очень актуален по всему миру а вопрос о том что вот чуть-чуть задержусь на этом а вопрос о том что очень сложно быть на сегодня сложно очень быть молодым посмотрите что творится дети не понимают чем им заняться в чем востребованность что нужно мы жили в другое время вот мое поколение чуть-чуть вперед поколение чуть-чуть назад поколение особенно мы кто выходцы из своей страны как-то мы стали что институт там школу закончилась замуж вышел институт закончил у тебя будет работа будет как у всех все как-то будет но уже давным-давно не так и дети действительно потеряны это как тяжело сейчас быть молодым ты учился учился столько времени за занял столько может быть финансов вложил учился а через год-два или ты сам не хочешь или это не востребовано или это оплачивается что ты на это не можешь мнение не не суду взять не вы купить ничего не понимаете как сейчас сложно быть молодым они на таком распутье действительно и мы все сейчас на распутье когда-то может быть заденем эту тему какие вообще сейчас не то что какие профессии востребованы вообще какой человек сейчас востребован и я понимаю к чему это все идет как я понимаю я никому свое мнение не просто рассуждаем но я очень четко вижу куда мы все идем и я понимаю какой человек нужен будет кто будет востребован я уже не говорю про профессию и про профессию все понятно понимаете уже сейчас здесь у нас запускают машины без водителя понимаете уже уже сейчас здесь запускают машины без водителя то есть и автобусы будут без водителя и траки которые ездят на без водителя и ты сам будешь иметь машину но ты не нужен как программу поставил и ты едешь машины другого качества будет они не будут такими уже огромными каждому будет своя машин то есть это я только на уровне вот но машин а все остальное врачи а какие программы еще 20 лет назад у меня были знакомые адвокаты уже он 20-25 лет назад тогда разрабатывал программу адвокаты не нужны будут ты вносишь полностью свою ситуацию какая какая случилась и тебе будет программа выдавать что это как это и чего это адвокаты не нужны судьи не нужны ничего вы понимаете вот поэтому конечно очень тяжело сейчас быть молодым и и они это мы как будто бы понимаем а представьте как они под дети понимают это другое поколение они очень это хорошо чувствует поэтому кого трогать кого заставлять что навязывать это так со стороны он ничего не хочет лежит дома только под на компьютере по телефону в голове такое творится лучше не трогать очень повышенный вопрос детского молодого жизни не ничего для них не не значит не стоит поэтому конечно что родителям что матери отцу что самое главное слушать слышать любить твой ребенок какая разница кем он будет что он будет главное он живой и чтобы еще и плюс плюс ко всему был счастливый потому что я вам говорю я только столкнулась своей жизни у людей у которых есть все с детства есть все что одного нет счастья сколько раз мне сталкивалась с этим мне говорили розанна у меня все есть у меня счастья нет я не радуюсь жизни не радуюсь у меня нет счастья а все есть поэтому любить своих детей слушать слышать спрашивать считаться уважать не хочет не хочет не хочет я так думаю говорю еще раз я никому свое мнение я так думаю фазеля пишет розанна ваши разговоры сплошная терапия спасибо вам и вам спасибо татьяна пишет доброе утро розанна спасибо вам за то доброе добро которое вы несете людям сегодня решила написать о своем восхищении вами вы умница красавица сегодня неотразимы вот уже более 7 месяцев я каждое утро делаю вместе с вами волшебное упражнение результат есть перестала кружиться голова потихоньку отступает остеохондроз уже могу закинуть палку за спину и вращать ее вокруг себя понемногу уменьшается живот и уже могу его втягивать спасибо вам всего вам доброго стрижка вам очень идет спасибо вам большое умница 7 месяцев это большой результат это большой срок но еще ни о чем это вы какие результаты увидели уже можете немножко живот втягивать ну я я вам говорю у меня была талия у меня но была фигура была но такая как сейчас но я конечно делаю уже девятый год девятый год каждый день так штук а через 7 месяцев стали замечать талию чудо прекрасно умница татьяна так люблю даже ваши комментарии татьяна зуева классное платье прекрасно выглядите роза на я тоже обожаю свете раз такой горловиной кажется так тепло и уютно ой люблю свитера я вообще люблю здесь все закрывать тут прям закрывать люблю у меня свитера иногда прям вот так вот вот так доходит и вы знаете они мне так идут вот чем выше в атакс ветерок она настоль вот все будет закрыто вообще я не вот никогда не любила открывать показывать не любила но привет при этом что все закрыто она все кому что надо она все заметно вот так так уютно женственно красиво когда все закрыто спасибо таня роза на так вы практически ничего не едите и следующий комментарий розаночка в унику последний прием пищи в 1230 и до утра а утро пару глотков кофе это называется интервальное голодание когда-то я испытала его на себе и заработала камни в желчном в палате со мной были еще женщины которые это практиковали а были как такие кто даже не знал что что это такое когда хирург пришел утром и задали ему вопрос можно ли такое практиковать его ответ я бы голову оторвал какой доктор какие слова применяет до режет мне ухо это это конечно голову бы оторвал ой 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 тому кто придумал эти эти интервальные голодания приходит застой желчи и начинает образовывать камни в желчном пузыре с огромной скоростью они так появляются но интервал кай вы процесс усиливаете таков был его ответ хотелось бы ваше мнение по этому поводу спасибо ну вот татьяна написала не хочу спорить с доктором не хочу спорить ни с кем с другими женщинами и по поводу по поводу такого питания я это делаю потому что я себя не заставляю мне не надо себя ломать вот смотрите сколько раз я сколько раз и видео видео я всегда говорю если вы вашу если упражнение вы начали делать вот подняли руки а у вас тут все напряглось все аж тело потрясывается руки прямо отпускайте а это упражнение не должно приносить никакого неудобства она его только делать в удовольствие тогда она работает тогда она будет с вами по жизни но если пусть это будет минута но чтобы в удовольствие чувствуете что уже началось все болит неприятно вот прям руки ломит оставляйте ничего не делайте то что вам доставляет неприятные ощущения вот точно также с питанием я это делаю я могу закончить в 12-30 и мне не хочется не в четыре не в пять не всем не в девять вечера мне не хочется кушать я могу если я если в компании если где-то пойти вечером и бокал вина принять или там где-то в ресторане салате какой я могу но я не мой организм не хочет поэтому мне это делать легко и утром когда я просыпаюсь я очень часто удивляюсь я сытая мне нет такого что я бегу на кухню хоть что-то скорее пока нет я выпью у меня стоит стакан стакан воды на тумбочке я взяла стакан воды два-три глотка полстакана или весь стакан как захочу я еще могу до 10 утра ходить я есть не хочу это свойством и мы конечно все разные мои мои свойства организма моего вот такие еще раз вам говорю точно так же было у моей мамы и мы дети тоже возмущались мы тоже ей говорили что это такое почему ты так мало кушаешь мама ты себя доведешь у тебя и сил не будет она говорит отвяжитесь и я не хочу я сама к ней привязывалась говорю как как мы с тобой поели в час дня а сейчас шесть вечера как ты не хочешь ну давай хоть что-то она мне ну и так и так нет потом в конце концов сказать отвяжись от меня я есть не хочу вот я только сейчас ее понимаю я просто не хочу я ничего себя не заставляю поэтому любой организм так но не все так могут поэтому смотрите каждый по своему состоянию я еще раз говорю так как я питаюсь я должна быть 30 килограмм я была 60 вот еще два месяца назад уже подошло к 60 что я что я подошло к 60 еле-еле я скинула вот ну два с половиной килограмма вот я сейчас 57 потому что было почти 60 но пятьдесят девять с половиной вот я еле 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 сбросила за два месяца два с половиной килограмма еле-еле поэтому вы смотрите по своему состоянию кто-то может быть необходимо посоветоваться с доктором кому-то необходимо консультацию может быть диетологом пройти кому как главное чтобы вы себя не заставляли если вы себя заставляете вы делаете вы насилуете свой организм и конечно это начинается всякие неприятности то уснуть не можешь потому что ты голодный то стал ты расстроен это стало тебе обидно тут и грустный это все вызывает голод так что но я я понимаю она на камеру слышится мне тоже моя приятница говорит как только услышал что ты сказала маленькие порции и рано закончить так хочется пойти и наезд ну я понимаю я понимаю что ну не у всех так не у всех так работает не у всех так работает но и насилия никакого делать не надо если вы не можете если я мне кажется если бы я захотела но я могу стакану воды выпью я водой наедаюсь ну как-то так у меня не знаю я знаю почему я знаю почему так же точно было я вам говорю из всех детей которые есть я такая как мама я такая как он это то же самое было у моей мамы у меня это не думаю что у многих такое бывает у меня есть ли стресс вот я в своей жизни если стресс какой-то переживаю что-то если не так идет я сплю я сплю то же самое было у моей мамы казалось бы что-то такое что-то такое мама ложится и спит вот так я вот от этого и питание вот такое нам не надо с ней было много пищи мне не надо потому что в покое внутри есть вот этот покой а если это что-то сбивается я сплю я сплю моя дочь тоже так тоже спит поэтому ну вот когда особенно возраст такой был я и говорила спи сколько ты сколько тебе надо столько спи меня в школу вызвали и говорят мне она на уроке уснула вчера потом было три дня назад уснула на уроке в чем дело что у вас за условия почему она спит почему может быть в какие у вас условия дома до сюда я сказала я проанализирую возможно для моей дочери это нагрузка большая говорю я я подумаю я проанализирую конечно я очень за свою девочку заступала в школе большая нагрузка есть сложно в школе поэтому там 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 ну в общем пришла домой и говорю аж это уснул на говорит не знаю мама учительница говорит говорит по-французски объясняет объясняет по-французски потом перешла на английский все дети понимают а я она еще тогда плохо знала это мы приехали только там только в только с языками начала разбираться мама говорит я не знаю все поняна то на английском то на французском а здесь у нас двуязычные здесь можешь начать на французском потом три слова вставить на английском потом закончить опять на французском и тут все понимают кто не понимает никто тебя не поправит никто тебя не исправит никто тебя не скажет ты не так акценты не донуться вообще тут нет не трогают с этим делом и в школе то на английском то на французском говорят все проблем нет она тогда было ей было есть она говорит мама и я по-английски вид она начала потом или там наоборот по-французски а я она еще тогда эти с языками уже мы только приехали и мне говорит очень тяжело я горит сплю и я не знаю мне так организм и я ей говорю если ты утром проснулась . если ты утром проснулась и ты чувствуешь что ты не хочешь идти в школу ты вялая ты не выспалась ты ложись и спи вот сколько тебе надо столько и спи полгода моя дочь спала полгода спит до часу дня кто станет что-то смотри там с учебниками что-то как-то что-то там позанимается покушать настроение такое хорошее все школу не ходит вы себе не представить как на меня давили все все давили и родные и дома сказал нет сколько хочет только будет спать надо будет школу закончить в 20 лет в 20 закончить надо будет в 30 в 30 закончить а сейчас пусть спит и что через полгода бежала в школу и все прекрасно закончила и понимаете это такое дело моя чипова опять про школу но в общем потому что твое психологическое состояние очень связано с питанием и питание связано со сном это вот эта основа сон питание твой сон это твое психологическое состояние твое питание это тоже твое психологическое состояние поэтому она между собой взаимосвязано кто не может вот такое расстояние держать большое расстояние с питанием то и какие-то другие методы ищите может быть маленькими порциями пусть чаще пусть чуть-чуть как-то ну каждый сам себе найдет потому что но этот мой рецепт это не панацея также кто-то может с руками стоять а кто-то но не хочет не может забывает кто-то говорит я ленюсь тоже ну вот так не хочет организм не делает но самое главное ничего не делать себе насильно ничего себе не делать насильно не с питанием не совсем остальным не насиловать свой организм свою психику я так думаю все бесконечно вас всех уважаю спасибо за поддержку канала спасибо за то что ставите лайки за то что смотрите пишите комментарии ну и конечно наш у нас бесконечное количество тем о которых нам с вами говорить говорить и говорить потому что пока мы с вами говорим пока мы с вами какие-то темы поднимаем мы развиваемся а в жизни что это развитие как только ты вот встал на одном месте и все никакого никуда не идет никуда ничего не ничего не интересно никуда не смотришь никуда не развиваешься ничего нового не ли не получил информацию ничего не учиться все ты уже пошел пошел поэтому пока вы эти темы поднимаем пока мы с вами разговариваем то мы с вами развиваемся что-то анализируя что ты думаешь так это не так этот согласен не согласен абсолютно нормально но все равно ты развиваешься ну что обнимаю вас всех до встречи